здравствуйте дорогие друзья сегодня расскажу о особых мистических видениях особых мистических знаках которые мы можем получать в состоянии медитации во время осознанных сновидений во время каких-то откровений и эти знаки будут связаны с душами которые приходят из других цивилизаций и относительно более высоких миров то есть не из параллельного измерения а из более высоких миров зачитаю сегодня сразу три переживания связаны они с одним человеком каждому из этих переживаний буду давать комментарий чтобы вы понимали о чем идет речь некоторое время назад одна из подписчиц соответственно попросилась во время следующей поездки в девеевскую обитель взять ее с собой я естественно мы едем всей семьей соответственно как бы у нас есть возможность набрать небольшую группу ну и я ей пообещал я думаю что поедет вся ее семья с детьми с супругом но в то же самое время естественно мне всегда пробуждается какой-то интерес хочется узнать что из себя представляет душа потому что были поездки в девеевского обители как хорошие так и скажем так не совсем позитивные были случаи когда пришлось ехать с людьми которые собственно не понимали вообще куда едут зачем едут для чего едут в результате последующее общение было связано с какой-то критикой с каким-то негодованием священники девеевской обители были как бы именовались или обзывались впоследствии торговцами вся девеевская обитель была переименована каким-то бизнес проектом ну и так далее то есть естественно если у человека материалистичный тип мышления он будет видеть даже в девеевской обители в особый бизнес проект православной церкви но это исключительно видение самого человека как бы именно тот уровень на который заточен именно ум самого человека соответственно если вы едете туда исключительно получить духовное знание духовное благословение какой-то уровень умиротворения спокойствия вы получите его там и вы будете видеть действительно спокойствие там умиротворение будете видеть святых мощи святых чудотворные иконы тогда то и вы то есть вы как бы не обратите внимание Не вообще на то, что там иногда ходят люди, просят милостыню. Вы не обратите внимание на то, что там есть магазинчики. Хотя, на самом деле, я считаю, что магазины особенно нужны. То есть, особенно нужны, нужно и гостинцам каких-то привезти из Дивеевской обители. Себе что-то приобрести, какие-то сувениры, возможно, те же самые магнитики на холодильник. Для примера, подставочки для свеч, какие-то нательные крестики. Это все должно продаваться прямо на территории самого монастыря. Это правильно, я считаю это правильно. Всячески поддерживаю и подобные отношения, я считаю, каким-то деструктивным, неуважительным и даже некорректным. Ну да ладно. Соответственно, я пообещал отвезти подписчицу в Дивеевскую обитель со временем. Ну и каким образом я просматривал ее астральное тело, какие знаки я получил. Хотел убедиться, что ее стоит брать с собой, ее стоит везти. Во время одной из медитаций, в какой-то момент я увидел пространство, в котором находилось несколько астральных тел, которые были шарообразной формы. Это я уже рассказывал, что я очень часто вижу именно астральные тела, связанные с сердечным центром, анахата чакрой. Они шарообразной формы, и видится тонкая джива, тоненькая, маленькая частичка души в центре грудной клетки. То есть, кто не знает, где находится душа, находится она в сердечном центре. И шарообразная форма, которая располагается вокруг этой души, это, собственно, само астральное тело, которое находится в сердечном центре. Это все можно видеть. Именно такие астральные тела я видел в одном помещении. И я видел, что эти астральные тела, они как бы подобраны исключительно по одному уровню. Я понимал, что это семья. То есть, я, скорее всего, видел семью данной подписчицы, видел, скорее всего, астральное тело, возможно, одно из них принадлежало ребенку, другое – супругу, третье – матери, отцу, свекрови, тещи, ну и так далее. То есть, не будем перечислять все это. И, соответственно, всматриваясь в эти души, я заинтересовался, почему именно этот элемент я вижу. И как только я задался этим вопросом, я увидел, как в уме подписчицы, то есть, с которой мне пришлось общаться до этого, возникает гнев. Возникает гнев, и этот гнев начинает проявляться в области головы. У нас у всех ассоциация идет именно с областью головы. Мы считаем, что как бы мы находимся в области головы. То есть, наш интеллект, наш ум как бы находится в области головы. И именно в этой части начали проявляться грязные, темные энергии. И эти энергии были связаны с гневом. Но гнев этот весьма необычен. Несколько типов гнева. До этого я описывал состояние астрального тела, когда человек выглядит наполненным именно красной яркой энергией, как бы пылающей энергией. Она сама по себе такая буро-красная, насыщенная, колючая, огненная. То есть, человек пылать начинает. Это указывает на то, что в таком человеке доминирует как бы гнев, связанный с искренностью. То есть, человек, не контролируя себя, просто выплескивает свои эмоции, выплескивает свои какие-то внутренние амбиции. И он, не пытаясь держать, может оскорбить, обидеть, причинить какой-то вред, злословить и так далее. То есть, такие люди как бы выражают свои эмоции, не стараясь держать себя. В то же самое время, есть другой вид гнева. Этот гнев, он связан с внутренним цинизмом. Есть тип людей, которые, причиняя боль, при этом не испытывают особых эмоций. Они очень цинично могут причинить страдания другому человеку и при этом совершенно не задумываться об этом. То есть, они могут всячески дистанцироваться, видеть, что человек страдает, что находится в очень тяжелой жизненной ситуации, переносит какие-то трудности и беды, и при этом, не испытывая никакого сострадания, даже не протянуть руку помощи. И внутри они будут даже испытывать какое-то удовлетворение. Такие эмоции очень часто можно видеть и у наших политиков. То есть, они видят, что чья-то страна загибается от санкций, от политических необоснованных влияний, пропадает и экономика, и пропадает, погибает население. И, соответственно, многие люди, видя, что страдают другие люди, не испытывают совершенно никаких эмоций. Это циничное причинение вреда. И эти люди, они в большей степени связаны с так называемыми холодными адами, которые описываются очень подробно в буддийских писаниях и в традиции индуизма. То есть, существует три вида адов, в соответствии с которыми люди попадают. Те, в которых дремнируют три вида гнева. Холодный гнев, горячий гнев и гнев, связанный со страхом. Третий не будем сегодня трогать, а вот разберем немножко. Второй холодный ад. Туда попадают люди, которые цинично себя ведут, которые, причиняя боль, совершенно не испытывают эмоций. И в то же самое время осознанно внутри негодуют и проявляют ненависть таким образом. И именно такой гнев, именно такую работу сознания я в данный момент видел. То есть, я видел, что в уме этой подписчицы у неё начинает распространяться вот это вот какое-то негодование, возмущение, циничное, причём очень в некоторой степени эгоистичное. И что я далее заметил? Я обратил внимание на то, что эта энергия, она как бы распространяясь, заполонила сначала голову, потом пространство вокруг головы. И, что самое интересное, начало растекаться ещё по физическому телу, то есть, опускаться с головы вниз. Заполнила всё тело, потом заполнила всё пространство вокруг физического тела, наполняя шарообразное астральное тело Нахата чакры. И далее, поскольку был контакт, поскольку люди находятся в одном помещении, они постоянно общаются, у них кармически связанные энергии, далее этот нечистый гнев, нечистая работа ума начала распространяться на другие астральные тела, которые находились в этом помещении. То есть, подобная работа мышления начала распространяться на других людей. И я видел, как их умы также начинают заражаться подобным циничным проявлением гнева и ненависти или пренебрежительным отношением к другим людям. И я видел, как точно так же у них заражаются сначала умы, потом заражаются астральные тела и полностью поглощаются тёмными энергиями их тонкие оболочки. Для меня это было удивительно. Подобное переживание я видел первый раз, подчёркиваю. То есть, мы должны понимать, что любая наша эмоция, которую мы выражаем или вынашиваем внутри себя, она так или иначе соприкасается с нашими детьми, стариками нашими, родителями, нашими семьями, супругами, жёнами. Наше мышление потихоньку вкрадается в умы наших близких и начинает в их умах развиваться. То есть, другими словами, любая наша кармическая тенденция, она начинает впитываться нашими близкими. И особенно хотелось бы подчеркнуть впитываться нашими детьми. Бывает так, что некоторые люди говорят, что вот ребёнок растёт, вот он такой, какой он есть. Мы также должны понимать, что дыма без огня не бывает. То есть, не надо ребёнка обвинять. Тем более, мы прекрасно понимаем, что причина на самом деле в нас самих. То есть, ребёнок – это проявление нашей внутренней работы. или отсутствие работы над собой. То есть, потакание нашим каким-то желаниям, потакание каким-то нашим тенденциям, глупости очень часто, невежеству. Соответственно, то же самое правило можно применить и к духовным каким-то знаниям. То есть, если кто-то в семье из нашего окружения, в нашей семье ведёт духовный образ жизни, к примеру, соблюдает пост, посещает церковь, занимается какими-то духовными практиками, старается вести себя благопристойным образом, соответственно, подобное мышление, подобное поведение, оно впитывается также другими умами других людей, и они постепенно начинают перенимать наши привычки. Мы живём на самом деле в энергоструктуре, если учитывать состояние, к примеру, страны, города, деревни. Учитывая то, что мы все как бы находимся довольно часто в контакте, в каком-то эмоциональном, мы очень часто общаемся, рассказываем какие-то истории, ходим друг к другу в гости, соответственно, посредством подобного общения мы также друг друга заряжаем как негативным мышлением, так и очень часто позитивным. Поэтому в семье обычно я бы сказал, что побеждает более сильный, да, либо есть тот, кто топит, либо есть тот, кто поднимает. Соответственно, побеждает, как я уже сказал, более сильный всегда. Либо вся семья становится духовной, либо вся семья начинает деградировать. Либо бывают третий случай, когда семья может даже и немножко разрушиться. Но это печальный случай, как бы этого стараться нужно избегать. Следующее видение, о котором бы я хотел также поделиться. Первый знак, который я видел, он был связан с доминантой работой в сознании этой подписчицы. И второе видение было также связано, но оно было связано всё-таки с состоянием её судьбы. Мне было интересно, каким образом развивается её судьба и что происходит на её духовном пути. И в какой-то момент, также во время медитации, я увидел подножье горы. На вершине этой горы был кратер вулкана. И этот вулкан, он был живой. И как бы данная подписчица, она стояла на расстоянии приблизительно в 100 метров от кратера вулкана. И я видел, как магма плескалась в этом вулкане. Я видел, как магма текла по краям данного вулкана. И я понимал, что подписчица находится на самом деле на расстоянии, на очень небольшом расстоянии от какого-то, возможно, не очень разумного поступка. И в целом, то, что она стояла и смотрела в направлении клокочущего вулкана. И отчасти и горячие дымы, дымы, которые выплёскивались из этого вулкана, они овивали её, её одежду. Видя всё это, я понимал, что она совершает в своей жизни какие-то поступки, которые ведут её именно к страданиям. То есть вулкан – это символ нижнего мира, то есть каких-то адских страданий. Сами понимаем, что вулканов в высших мирах нет. То есть нет там извергающихся вулканов, нет таких вот чудовищных каких-то, катастрофических проявлений нашего мира. И поскольку она стояла в направлении этого вулкана, я понимал, что она приближается. То есть работа её сознания, работа её судьбы, она в чём-то направляет данную подписчицу именно в направлении данного вулкана. И, естественно, я сделал какие-то выводы, понял, что принято мною решение относительно того, чтобы всё-таки взять данную подписчицу в нашу группу и съездить всё-таки в Дивеевскую обитель. Это решение принято правильно мною. То есть надо дать возможность человеку всё-таки получить какие-то благословения, и остановить, возможно, какие-то кармические тенденции, которые очень часто, даже невидимо проявляются в наших судьбах. И третье видение, которое также было связано с данной душой. Немножко вернёмся к началу ролика. Я рассказывал, что я расскажу о знаках, по которым можно судить, что душа пришла из иной цивилизации и из иного мира. Поговорим о тех качествах, которые могут доминировать в таких душах. Невзирая на то, что первые два видения были очень, условно говоря, не самыми лучшими. То есть мы видели и гнев, и клокочущий вулкан. Кстати, у подножия вулкана она стояла именно в чистых, белых, красивых одеждах. Что меня очень удивило. С одной стороны, в некоторой степени подобная одежда указывает на то, что подписчица ведёт очень благопристойный образ жизни. То есть чистый образ жизни. Она не совершает дурных деяний. На ней красивые чистые одежды. У неё очень благостный облик. Я понял, что душа обладает очень хорошими, позитивными качествами. Но вот то, что она в направлении вулкана, меня насторожило. И в третьем видении я увидел уже саму душу, которая в медитации также приблизилась ко мне. Я видел опять-таки шарообразное астральное тело. Чувствовал более тонкие тела, которые находятся в нижних центрах. И я видел также тонкую оболочку физического тела. И когда я находился в медитации, она приблизилась ко мне и протянула в правой руке листок. Большой листок, на котором была написана буквально одна фраза. К сожалению, повторить эту фразу я не смогу. Во-первых, этот язык, он не принадлежал нашему миру. Когда я увидел эти буквы, увидел это предложение, я понял, что эта речь, она не используется на нашей планете. Она используется в более высоких мирах и в совершенно другой цивилизации. И также у этой подписчицы, у неё как бы энергии, которые не совсем характерны нашему миру людей. И такие люди очень часто могут себя чувствовать в нашем материальном мире не очень комфортно. То есть они будут чувствовать себя как бы находящимися не в своей тарелке. Я увидел эту надпись на листке, который она мне протягивала. И, видя эту речь, это предложение, я понял, из какого мира пришла её душа. И я также знал переводы этого языка. Входя в глубокие слои осознавания, мы также будем к своему удивлению понимать, что или видеть, или знать, что мы обладаем знаниями и других языков точно так же. Одно из качеств, которое проявилось в тот момент, я знал, что значит эта фраза. И там, на самом деле, там было несколько смыслов вложены в это предложение. Два из них я озвучу, другие я не буду озвучивать. Их несколько тяжело просто выразить. А вот первые два, я скажу, одно из них звучало как «мне очень нужна ваша помощь». И вторая часть смысла данного предложения звучала как «я крайне нуждаюсь в ваших знаниях». Были ещё другие, но там ещё более детально, то есть мне придётся очень много объяснять. Сегодня не будем эту тему поднимать. Я понял, что она имеет в виду, и я также прочувствовал, что данная душа, она всё-таки стремится вернуться в те миры, из которых пришла. То есть она заинтересована в этом, то есть душа заинтересована в духовном развитии. Ну и, естественно, я дал ей понять, что я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы вы смогли накопить много духовной силы, и по мере того, как время нашего существования к 100 годам иссякнет, когда придёт время оставить тело, чтобы вы могли свернуть вашу душу в более высокий мир. Как бы я дал понять, что я постараюсь это сделать, и она с спокойной душой как бы вернулась в то место, где находится её физическое тело. Вот такие вот переживания. Также хотелось бы добавить, что тот язык, которым было написано данное высказывание, этот язык очень древний. Это раз. Во-вторых, этот язык несёт смысловое значение сразу в нескольких проекциях, в нескольких вариантах. Подобные языки были только лишь в предыдущей эпохе. Насколько я знаю, к примеру, санскрит – это язык, который предполагает и подразумевает сразу несколько смысловых нагрузок, которые передаются именно через речь. То есть одно и то же предложение может обозначать сразу 10, или нести сразу 10 смысловых нагрузок. Это очень сложный язык. И такие языки, такими языками обычно пользовались очень-очень высокоразвитые цивилизации. И они также были и на нашей планете, но были они в предыдущей эпохе, то есть в предыдущей цивилизации. Когда ум человека, интеллект был намного более развитым, когда люди могли передавать посредством каких-то простых фраз, к примеру, сразу какие-то, можно даже выразиться, как некие произведения искусства, что ли, какие-то смысловые нагрузки, которые объясняли бы очень большое количество сведений и знаний. И подобными цитатами, подобными языковыми построениями пользуются в очень высоких, высокоразвитых цивилизациях. И я всё-таки хотел бы, чтобы вы, дорогие друзья, если я делюсь или рассказываю о строении ваших астральных тел, либо рассказываю те знания, которые я смог увидеть в ваших астральных телах, чтобы это не вызывало в вас какой-то гордости, гордыни, самомнения. Поверьте, у каждого из нас без исключений есть масса других проблем, которые с большой вероятностью могут нас опустить к какому-то уровню деградации, остановить наше развитие, прекратить нас проявлять какие-то духовные ценности, духовные стремления и так далее. То есть никто из нас не застрахован от падения, поэтому ни в коем случае нельзя, ни в коем случае, друзья мои, нельзя проявлять гордыню, тщеславие, высокомерие. Нужно быть простыми, аккуратными в своих поступках, мудрыми в своих речах. Ну и, конечно же, использовать каждый день, каждую возможность для пути самосовершенствования. До новых встреч, друзья! До новых встреч, друзья!